Мы откуда знаем, что они воруют, что не воруют. Доверяй, но проверяй, гласит народная мудрость. Вот и Диляра Давлетшина после получения квитанции пришла в управляющую компанию. Узнав о том, что ее платежи за воду и тепло теперь будут идти напрямую поставщикам, рассчитывает на прозрачность. С одной стороны, вроде и лучше, да, в нашу пользу, если будет нам выгодно, да, будем меньше платить. Вот я сейчас 4 500 внесу. Уже будешь знать, что никакие проценты не будут они себе оставлять, сразу напрямую будет. Однако еще далеко не факт, что суммы в платежках после вступления закона в силу сразу пойдут на спад, заявляют эксперты. Тем не менее, эффект в любом случае будет. Станет понятнее, за что и куда конкретно уходят деньги. К коммунальным платежам сократят дорогу. Раньше схема была такая. Управляющие компании собирали деньги сами и только потом передавали их поставщикам. Новая схема позволяет убрать из системы посредника. Теперь платежи собственников будут идти напрямую ресурсоснабжающим организациям. В Татарстане эта схема уже частично работает. В январе этого года создан Республиканский единый расчетный центр по патронажам Татэнергосбыта. Он будет аккумулировать 100% платежей населения за услуги ЖКХ и зачислять деньги на три группы счетов. За жилищные услуги на счета подрядных организаций, которыми подрядчики смогут воспользоваться только после подписания актов выполненных работ. За поставленные коммунальные услуги на счета ресурсоснабжающих организаций и за управление домами на счета управляющих организаций. Председатель Союза домовых комитетов Казани Геннадий Сомов считает такую схему сомнительной. Не повторит ли вновь созданной ЕРЦ ошибок управляющих компаний? Почему деньги должны идти через расчетные центры, а не напрямую ресурсоснабжающих организаций? Будет та же история, что сейчас при городском едином центре снова ресурсоснабжающих организаций недополучают деньги за теплоэнергию, электроэнергию и холодно-горячий вод. Почему? Потому что управляющие компании не перечисляют деньги полностью. В целом по стране задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов превысила 1 триллион рублей. На долю собственников жилья приходится около половины этой суммы. Новая схема, считают в центре общественного контроля в сфере ЖКХ, поможет решить наболевшую проблему долгов. Ведь теперь она станет головной болью самих поставщиков ресурсов. Кому как не им бороться с неплательщиками? Если собственник должен по воде или по электроэнергии, будет судебный пристав той ресурсоснабжающей организации работать с должниками, а не управляющей компанией. Плюсы для управляющих компаний тоже вроде как очевидны. Не нужно заниматься сбором коммунальных долгов, можно сосредоточиться на жилищных услугах. Сейчас долги татарстанцев за услуги ЖКХ почти 6 миллиардов рублей. Руководители управляющих компаний не скрывают. Добиваться оплаты платежей почти в 98 процентов, как сейчас, непросто. Данное новое день я, как руководитель управляющей компании, полностью поддерживаю. Считаю правильным, когда будет прямой договор между поставщиком коммунальных услуг и потребителем. А управляющая компания будет оказывать только жилищные услуги. Центр ответственности остается в лице жилищной организации. Чтобы житель не бегал с показаниями в различные ресурсоснабжающие организации. Водоканал, к нам, в энергосбыт. Все показания сдаются туда. Все нарекания по качеству коммунальных услуг, все за все это отвечают жилищные организации. Начисление платы за коммунальные услуги занимает первое место в рейтинге проблем ЖКХ у татарстанцев. В адресу полномочного по правам человека в Татарстане в прошлом году поступило почти 300 жалоб. Одна из самых острых начисления за отопление. На восстание, где я живу, 72. За отопление зимой прислали 6 тысяч. И мне бухгалтер говорит, все равно не будете платить. По местам, понемножку из вашего, все равно вычтут. Они снимают деньги с коммунальных услуг, вот я не выполнил какие-то жилищные услуги, не оплатил. Они снимают с коммунальных услуг у меня и перечисляют на жилищные, обеспечивая себе зарплату, по порядку зарплаты и премии. А мы с вами стали должники по коммунальному услугу. Недобросовестные управляющие компании должны уйти с рынка. Поставщики ресурсов смогут разорвать отношения СУКА в одностороннем порядке, говорит Олег Зверев, заместитель генерального директора Татэнерго. Достаточно накопить двухмесячный долг. Прецеденты уже были. У нас была проблемная управляющая компания «Ключевое», которая специально не платила деньги ресурсоснабжающим организациям, то есть и нам, и водоканалу, и энергосбыту. С принятием закона схема работы в Татарстане принципиально не поменяется. Расчеты так и будут делаться централизованно. Для перехода на прямые договоры по всей республике не хватает только поправок в жилищный кодекс и подзаконных актов. Процедура займет около четырех месяцев. После того, как жилищная организация направит все данные по своим домам, у жилинспекции есть месяц на проверку. По этой базе данных поставщики смогут работать с должниками, вероятно, с привлечением коллекторских агентств. Пока эксперты не могут дать однозначную оценку этому нововведению. Приведет ли оно хотя бы в перспективе к снижению платы населения на тепло и воду, еще не ясно. То, что управляющие компании лишат соблазна распоряжаться по своему усмотрению коммунальными финансовыми потоками, уже неплохо. Всем памятны случаи, когда на деньги, собранные из жильцов, недобросовестные жилищники покупали себе роскошные автомобили или устраивали банкеты для себя любимых. Теперь аппетиты, видимо, придется поумерить. Но будут ли также честны с жителями сами поставщики ресурсов? Давно уже следует поднять вопрос, чтобы и сами тарифы на тепло и воду стали прозрачными и не росли так стремительно. Но это уже совсем другая и отдельная история. Анна Городнова, Рамзель Гарипов, Марат Зайдулин. 7 дней.